Как не любите вы народ? Виталий Аверьянов, один из учредителей изборского клуба, доктор философских наук. Николай, я вот с одной из ваших мыслей не согласился, которая недавно прозвучала. Вы сказали, что мы слишком много смотрим в прошлое, слишком много обращаемся к нему. Мне кажется, что на таком официальном уровне России за последние 20 лет вообще себя отрезало от прошлого. А президент Медведев в свое время говорил, что стране всего там 18 лет или сколько там, она еще несовершеннолетняя и так далее. Вот такая сейчас ментальная ситуация. Между тем, Александр Сергеевич Пушкин бы тоже с этим не согласился. Помните, у него такое стихотворение есть про любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, и там есть удивительная строфа. На них основаны от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. Вот это самостояние человека, это, кстати говоря, то, что вы могли бы ответить на вопрос о ценностях. А что такое человек? Потому что в вашей риторике, вот то, что я сегодня услышал, человек, он вообще какой-то, знаете, абортированный какой-то, пустой. Непонятно, чем его наполнять. И доказательством этого является даже не ваша речь, но дело не в этом. А, собственно, вот эти последние 20 лет. Потому что ведь это же самое нам говорили в 1991 году, во время перестройки, поздней, во время раннего, так сказать, гайдаровского строя. Говорили, что вот человек наш, теперь главная ценность, его права, его свободы. А в итоге он действительно оказался пустым. И что мы видим сейчас на выходе? Кого мы культивируем в либеральной цивилизации? Человека, ну, кидал-то, как говорят, с отсроченной молодостью до бесконечности, да? Поклонника молодости, да, самых седин. Чайлдфри, который не хочет рожать детей, потому что он считает, что дети – это конкуренты фитнесу и путешествиям. Ну, понимаете, это такой человек, если его свобода, его права ставятся во главу угла, мне кажется, что это какая-то перевернутая пирамида, это какая-то воронка. Вы спрашиваете, есть ли у нас система ценностей? Ну, вы не все же наши работы считаете, у нас они есть, я вам могу подарить, вы посмотрите. Коротко, очень трудно эту систему изложить. На вершине этой пирамиды, конечно же, стоит Бог. А для атеистов это абсолютные ценности, такие как истина, добро, красота. Дальше идет суверенная страна, которой мы живем, наша страна. Это действительно высшая ценность. А я находится в этой пирамиде, не на вершине, я находится в основании. И ее с вершиной связывает вертикаль, Бог и я. Вот в этом и заключается самостояние человека.